Подводим на сроки встречи матча Маракеш-Бродвей, где Бродвей ждал победу со счетом 2-1. С нами в студии Иван Веселов и Михаил Кольчик. Михаил, как вам еще игра, несмотря на победу, как вы оцениваете игру? Ну, игра такая боевая получилась. В принципе, мы ждали, что Маракеш покажет зубы, да, и то, что они там занимают позицию, ну, по мне так. Я смотрел несколько игр, и команда, наверное, не заслуживает этого места. И сегодня мы ожидали упорный поединок. В принципе, он такой получился. Единственное, что, ну, первый тайм, наверное, мы были получше, во втором, как бы так, обоюдная история была. И, ну, единственный там выход один на один, больше вот, ну, ничего такого опасного не увидел. Ну, у наших были ворот, да, ну, там вратарь зажигал свечки. А так, мне кажется, второй, ну, равный тайм, первый, наверное, за нами. Победа, я думаю, что, ну, наверное, закономерная, мы к ней шли. Иван, как вы вообще оцените старт своей команды, и сегодня есть ли какой-то прогресс, или как вообще игра складывается? Да нет у нас никакого старта пока что, к сожалению. Ну, могу сказать, что, наверное, все-таки от игры к игре мы потихонечку добавляем. Может быть, если сравнивать последние матчи с сегодняшним, может так не показаться. Но у нас сегодня небольшая проблема с явкой была. Но, тем не менее, согласен с Михаилом, у нас, я думаю, что у нас сегодня был равный футбол. Ну, я думаю, что и в первом тайме был равный футбол. Просто, что Бродвей, что мы в эпизодах, когда забивались голы, как-то это, ну, так вообще просто все получилось, что у них два, что у нас один. Что, как бы, не характеризует сегодняшнюю, в принципе, игру, потому что была борьба. А голы забивались без борьбы очень легко и непринужденно, как во дворе. Ну, собственно, вот. Мое мнение, что после всех трех голов игра получилась немного такая велотекущая. Вы согласен со мной? Нет, не согласен с этим абсолютно. Потому что... Почему не согласен? Потому что... Не то, что велотекущая, а моменты возникали довольно редко и с трудом. Ну, потому что, видимо, команды забили и как-то, не знаю, может быть, проснулись, стали более внимательно играть. То есть сразу плотно, плотно сразу же начал складываться футбол. И оттого и моменты создавались, соответственно, тяжелее. Поэтому я не думаю, что велотекущая. Была борьба. В каждом отрезке. Как вы думаете, ваша команда заслужила победу или все же игра была более равная? Ну, я думаю, что, наверное, заслужила, потому что мы забили на один больше, да, и там момент у нас вот с выходом один на один был такой. Такого я у Маракеша не помню, да, чтобы прям вот прям опасно было. Поэтому насчет борьбы согласен полностью, да, и, ну, такой мужской футбол посмотрели. Чтобы там кто-то заснул или зевал, я, наверное, не видел. Поэтому, ну, все были на концентрации полной и боролись до конца. В конце первого тайма получилось небольшое жесткое столкновение, небольшая стычка получилась. Это как повлияло на дальнейшую игру? Да я на самом деле суде сказал, и опять же повторюсь, да, ну, потому что стычка произошла из-за его решения. Ну, там был стык жесткий. Останови игру, дай желтую, и все спокойно было бы. Он продолжил, якобы видя, что мы там дальше развиваем. Ну, чем усугубил, да, мы завелись. Соперник как бы тоже там немножко как бы не согласился, да, там с решением каким-то судейским. И, ну, опять же вопрос, ну, здесь вот именно к суде, да, потому что, ну, успокой игру, и все нормально. А давать вот, ну, спички загореться, мне кажется, это нельзя допускать. Хорошо, спасибо.